Данный выпуск выходит при поддержке магазина Geek at Shop. Настольные игры и комиксы на любой вкус. 10% скидка на покупку настольных игр по промокоду. Ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Артём и это канал Beaver Games. Ну что, мои маленькие вампирчики, успели соскучиться за очередной подборочкой свежей кругушки в настольном мире, которая потечёт уже в этом году? Если так, то накрывайте на стол, потому что сегодня я вам расскажу ещё про 10 игр, в которые я бы не прочь поиграть в этом году. Ну что, все готовы? Так что, поехали! Танк Гарден от Франциско Тестини и Пьерлу Казизи. Красивейшее евро про создание своего величественного и захватывающего китайского сада. Полного невероятных ландшафтов, речушек, мостиков и статуй. Игрушка прошла крещение кикстартером, ну, в принципе, кого этим можно удивить в 2020 году. И, конечно, собрала нужную сумму на издание в этом году. В общем, по истории нам предстоит перенестись во времена правления династии Танк и постараться сделать самый крутой сад из всех возможных. А делать это мы будем, конечно, выставляя различные тайлы на поле и украшать их объёмными декорациями, которые даже будут создавать некие панорамы. Конечно, каждый из садовников будет наделён особыми умениями, а очки можно будет зарабатывать по сбору особых комбинаций тайлов. Но, конечно, и это ещё не всё. У игрушки сейчас оценка 8 на Боргейм Гик, и я понимаю, что пока ещё не так много проголосовавших. Но я уверен, что у этой игры Танк Гарден всё ещё впереди. Loot of Lima. Небольшая дедуктивная игра про пояс сокровищ. И в этой игре от 1 до 5 игроков должны будут отыскать испанское сокровище, которое было решено перевезти из Лимы в Мексику в 1820 году. Всего в игре есть 24 локации, в которых может быть спрятано сокровище. По 8 в каждом из трёх типов местности. И в начале игры две фишки из всех мест случайно выбираются и откладываются, а остальные жетоны раздаются между игроками поровну. И теперь, задавая друг другу наводящие вопросы, игроки должны выяснить, где именно спрятаны эти сокровища. В игре игрокам будут помогать или, наоборот, мешать специальные кубы, указывающие направление частей света, относительно которых игроки и смогут задавать вопросы. Я, в принципе, люблю игры на логику и смекалку, и эта игра мне показалась довольно интересной. Калико. Милая игрушка от 1 до 4 игроков, которой игрокам придётся завлекать котиков на свой планшет, выполняя специальные требования кошечек, выкладыванием тайлов на планшете. Игра просто супер простая. Размещаем один из двух тайлов с руки на планшет и берём новый с рынка. Вот и всё. Но, конечно, как всегда бывает в таких играх, вся соль кроется в комбинации заданий и целей. Так вот, некоторые котики хотят ложиться только на определённых тайлах или определённых формах. Другие требуют особую комбинацию. Кроме того, в игре также есть возможность заработка очков созданием особых форм расположения гексов, как и выполнение трёх целей, что есть у игроков. В общем, такие игры хороши тем, что времени обычно занимают около 20 минут на двоих, но эмоции доставляют столько, что ты готов сразу садиться играть в неё ещё раз. Пока все гиковское сообщество ждёт локализации Cosmic Encounter от хобиков, уже этой весной должен появиться на свет маленький ребёночек в той же вселенной, который будет называться Cosmic Encounter Duel. Специально сделанный для битвы один на один, ведь Большой Брат у нас рассчитан от трёх до пяти игроков. Конечно, с одной стороны вопрос ещё тот, нужна ли вообще такая версия этой сильной стратегии в дуэльке. Но, с другой стороны, проводя параллели, к примеру, с той же 7 чудес, а почему нет? Зайти-то может на ура? В общем, здесь всё так же игрокам нужно стать невероятной причудливой расой пришельцев со своей уникальной способностью, которая, кстати, будет аж целых 27 в коробке, и попытаться захватить как можно больше планет, доказав своё превосходство над соперником. В общем, с 2008 года наконец-то решились на такой шаг авторы игры. Ну что ж, остаётся ждать выхода, и, возможно, если зайдёт большая коробочка в России, можно рассчитывать и на локализацию дуэльки. The Great Wall от Awakened Reamps Да, игры, которые выпускает это издательство, действительно выходят конфеткой. И вот The Great Wall тоже визуально выглядит просто потрясающе, начиная уже с арта самой коробки, заканчивая внутренним оформлением и фигурками. По истории игры игрокам предстоит защищать великую стену от нашествий, отбивая атаку за атакой, и они будут стараться развивать свои армии и влияние, чтобы завоевать как можно больше славы. Однако в полусражении все игроки могут спокойно проиграть всю битву все вместе, если таки враг сможет прорвать их защитный рубеж. То есть мы получаем некий полу-кооператив со симметричными фракциями и уникальными дополнениями разнообразия в виде помощника. Ну а по механикам здесь у нас есть хенд-менеджмент и выставление рабочих. Да, кстати, в игре очень интересно активируются карты, которые игроки разыгрывают сначала поодиночке, а после уже решают их последовательность активации. The Great Wall действительно создает впечатление мощной и сильной евро-стратегии, но вот несколько негативных отзывов о поддержке потребителей и вообще работе издательства Awaken Realms немного отпугивает от данной игры. Но поживем, увидим. Chronicles of Crime Millennium Series Это новая отдельная серия игр во вселенной Chronicles of Crime или Место преступления, как она называется, в локализации. В коробке 14.00, про которую я хотел бы поговорить сегодня, мы отправляемся в Средневековье, где вам также предстоит немало пошевелить мозгами, распутывая запутанные клубки приключений. Вот такой вот каламбор получился. Однако о современных смарт-монах можно забыть, и на их замену вы получаете знакомого шпиона, сестру торговца и как бы помощника пса, который будет, как ваш компаньон, везде следовать за вами и не слава помогать, обнюхивая места преступления, отыскивая улики и определяя расположение преступников. Интересной особенностью данной коробочки является то, что по ходу игры вы будете видеть различные видения, которые либо будут касаться прошлого, либо будущего, и вам нужно не только определиться, что это, но и как можно это все использовать. Еще одной интересной фишкой становится и сам планшет для улик, у которого теперь появляется новая возможность выкладывания улик, которых в принципе у вас нет, но которые, возможно, каким-то чудным образом могут быть связаны с делом. Но это все лишь ваши догадки, и вы сможете спрашивать о них, проходя задание. В общем, в новой серии каждый из коробочек, а их целых три, есть еще 19-00, 24-00, будут иметь уникальные фишки, и каждая может играться как отдельная игра. Всегда классно, когда уже имея хорошие отработанные механики, авторам удается сделать что-то уникальное и не похожее, но в то же время максимально приближенное к оригиналу. Аркайз. Кооперативная легаси. Приключения от одного до пяти игроков по древним египетским гробницам. А то издательство Анкама. Авторами этой игры выступили сразу несколько знаменательных личностей, таких как Антуан Боза, Семь чудес, Лебрант, работающий над драфтозаврами Монблан, подаривший Кеклад и Ривьере море облаков и Нагараджа. В общем-то, Аркайз это классический кооператив, в котором игроки будут путешествовать по различным границам, по различным гробницам, и проходить приключения, которых в игре целых аж всем, и каждое предыдущее будет оставлять влияние на последующее. Ну, я думаю, вы, конечно, и так уже знаете, как работает легаси, но я решил вам об этом всем напомнить. И, в принципе, здесь вам предстоит немало поработать своим языком. Но это в случае, если клея на стикерах не хватит, вам там приклеивать нужно некоторые бумажки в особую книгу приключений. В общем, этим вы будете расширять свою команду приключенцев. Ну, а по правилам, в принципе, игра не выглядит какой-то заумной. Все лаконично и больше основано именно на правильной комбинации возможностей и командной работе, как и самой истории, повествуемой в сценариях игры. Да, конечно, миниатюры здесь выглядят просто превосходно, но вот то, что в игре так мало локаций, и по факту отличаются они лишь жетонами, в принципе, которые по-разному срабатывают от сценария к сценарию, это уже немножко удручает. Tidal Blades Heroes of the Reef Игрушка от Тима Эйшнера, который является автором Леса сказок и Wonderlands War, еще одной интересной игрушки, которая появится в этом году. В Tidal Blades игроки должны соревноваться на различных аренах, демонстрируют свои боевые умения в сражениях против монстрах. Главной механикой в этой игре является выставление рабочих, которое диктует все действия для игроков. Однако бои, в принципе, здесь проходят с помощью китков кастомных кубов, и все, что нужно делать для победы, это выбросить нужную комбинацию граней, указанную на планшете противника. Однако зачастую бывает, что сперва нужно прокачать умения персонажа или самих кубов, чтобы победить соперника. В игре есть много скрытых моментов. Использование фруктов и раковин, которые требуются не только для переброса кубов, но и прокачки умений. А ограничения в запретных кубах, которые вступают в игру в нечетных раундах, только добавляют хардкорности происходящему. Что еще, кстати, хочется отметить, это отличный арт у игры, и, по-моему, игрушка реально цепляет взгляд своими компонентами. Так что у мистера Каддингтона, который выступает в роли художника, знаете, мне что-то кажется, что это псевдоним все-таки, удалось отлично создать новый интересный мир Рифа. Кстати, у игры почему-то на названии указана часть первая. То ли планируется целая серия игр, то ли это намек на расширение, пока остается все это загадкой. Но я думаю, после выпуска этой коробки уже все станет на свои места. И Кайан. Надеюсь, правильно сказал. Это масштабная евро-стратегия от Мартина Чиачера и Марта Чиакасаси. Двух итальяшек, в общем. Здесь, в этой игре, очень много компонентов. Как и поле, само по себе очень внушающее и огромное. По истории игроки становятся искателями, которые посланы разыскать древние артефакты и реликвии. В этой игре намешано немало. Механик, начиная от контроля территории и выставления различных строений, приносящих добычу ресурсов, заканчивая огромным колосом, который владит своих приспешников, заполняя земли. Здесь игрокам придется подстраиваться под ситуацию, потому что каждый раунд в колоду событий добавляются специальные карты колосса, которые не сулят ничего хорошего. Зато у искателей есть козырь в рукаве благодаря их бонусным действиям, которые не только позволяют собирать реликвии и заставлять их в нужные места, а-ля механика пикап-н-деливери, но и изучать самого колосса, вытаскивая из него торчащие отростки. На самом деле, в игре есть еще множество моментов, о которых можно сказать, но, мне кажется, уже и этого достаточно для меня, чтобы заинтересоваться Икаием. Ankh. Gods of the Egypt. От Эрика Ланга, который выпустил огромное количество игр, но для меня лично запомнился играми на контроль территории Blood Rage и Rising Sun. Конечно, там были прекраснейшие миниатюры, и здесь мы снова получаем контроль территории и также прекраснейшие миниатюры. Но теперь уже в сеттинге Древнего Египта, где игрокам предстоит выступить в роли богов египетского пантеона. Игроки будут призывать своих существ на поле для захвата различных регионов и сражаться против различных монстров. Но что самое интересное, по ходу партии сама карта будет изменяться. Сами же бои будут происходить лишь при определенных событиях по треку, которые происходят с сравнением сил, а также розыгрышем дополнительных карт по соответствию с типом местности. Также в игре будет и трек предвости, который сразу отсекает некоторых игроков от победы в игре, если они не достигли определенной позиции. Но, конечно, главной фишкой, пожалуй, становится Древо Умений Силы Ангха, который можно развивать и использовать благодаря жертве своих последователей. В базовой коробке нас будет ожидать пять различных богов, каждый со своими специальными способностями. Но понятное дело, что этим дело точно не ограничится, зная, какие плюшки обычно Кмон делает для своих Kickstarter-компаний. Сам же Лэнг сказал, что асимметричность Ангха будет на порядок больше, чем Rising Sun, что уже звучит довольно интересно. Ну что ж, как вам такая подборочка? Только не говорите, что вообще ничего не понравилось. Я в это просто не верю. В общем-то, это была моя очередная подборка хотелок на попробовать в 2020 году. Если вам интересны такие видео, оставайтесь на канале, вам уже и так, в принципе, есть много чего посмотреть, я стараюсь, но будет еще больше интересного. Так что подписывайтесь и ставьте колокольчик, как напоминание. Ну и если вам понравился данный видос, то не забывайте про лайк, ну и, конечно же, добровольно пожертвования тоже принимаются. Ссылки на все будут в описании. Как всегда, любите настолки, играйте в них. Но с вами был сегодня Артем и канал Beaver Games. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok